Раз, раз. Слышно меня? Господа, напишите в чат, если слышно. Отлично. Хорошо. Ну что ж, давайте продолжим тогда. Ну, собственно говоря, остановились мы над том, что... А, ну, зона ликвидности, повышенная зона провала ликвидности, понятно. Окей, давайте небольшой планчик составим. Я все просил вас... Хорошо, Кирилл. Окей. Ну, по рынку сейчас не буду, скорее по нашим вебинарам. Смотрите, у нас сейчас план следующий. О том, что на этой неделе в четверг вебинар будет предрождественский. Ну, скорее такой, ну, я подведу итоги рождественского ралли. Да. Потом, на следующей неделе, во вторник, также мы проведем вебинар, но, скажем так, с итогами года. На этом вебинаре посмотрим, какие сектора прошли больше всего, лучше всего. Посмотрим, от каких секторов стоит вообще чего-то ожидать в предстоящем 2017 году. Ну, какие-то мы с вами уже обсудили, но в любом случае составим какую-то свою картину на следующий год. И я думаю, что будет правильно, если все-таки то, что я просил на нашем форуме, да, в разделе вопросов к вебинарам, да, чтобы вы все-таки написали какие-то темы, которые бы хотели, чтобы были освещены на предстоящих вебинарах и в этот четверг, и в следующий вторник. Да, потому что, может быть, более глубоко копнуть в какой-то сектор, в какие-то, ну, я все жду, когда посыпятся вопросы про биотехнологию сектора. На самом деле, есть очень много интересных вещей, которые можно было бы рассказать, но, опять же, я бы, конечно, хотел, проведя с вами вот эти вот, там, месяца три, да, которые у нас проходят эти вебинары, чтобы все-таки были какие-то осознанные вопросы, да, от вас, которые можно... Я даже с удовольствием подготовлюсь, если чего-то не знаю, и с удовольствием бы что-то осветил. Но для этого все-таки хотелось бы, чтобы вы задали какую-то определенную тему. А так, вообще, итоги рождественского ралли, итоги года и, собственно говоря, 27-го, по-моему, до числа, вебинар на тему предстоящего года и каких-то секторов. Окей. Так, первые 15 минут я бы с удовольствием потратил на разбор каких-то... Сейчас висят. Пишите в чат. Давайте посмотрим, что можно ждать от них в ближайшее время. Может быть, даже что-то интересное для себя даже почерпнул. Почерпнул. Так. Собственно, пока вы пишете, да, я, наверное, пройдусь по секторам, которые меня интересуют. Ну, собственно говоря, XLF, финансовый сектор. В принципе, смотрится неплохо, даже при том, что мы покрыли всю позицию, да, ближе к 22-м, в случае, если он придет или там сразу же объемы появятся в районе 24-х, да, в принципе, можно было бы посмотреть еще одну закупку, даже вот с учетом того, что у нас переход с года на год. Ну, опять же, если это и произойдет, то будет крайне маленькой позицией, а по-хорошему набирать финансовый сектор будем к концу января. Что касается утилитов, утилиты достаточно отошли от нашей первой цели, да, где мы там часть скрылись, но при этом я думаю, что тоже основная часть утилитов перейдет на следующий год. Вот, да, у нас, и все-таки вот эти цены, я считаю, 48-49.50 достаточно хорошими ценами для продажи пока что, да, в любом случае, потому что к 46-47 есть большой. Так, можно посмотреть Акста, CRC, AWK, да, можно, сейчас посмотрим, сейчас закончим про утилиты. И я все-таки считаю, что утилиты можно подержать в шортах какое-то время еще и, в принципе, получить от них каких-то денег. Окей, давайте перейдем к Акста. Сначала посмотрим, что это такое. Мы, по-моему, разбирали его, да? Окей, хорошо. Так, Акста, Special Chemicals, да, химия, Basic Materials, 95% стак в руках институционалов, меньше 2% Short Floor. Очень неплохо смотрится, да, мы с вами его обсуждали, если не ошибаюсь, на неделю назад, помню. Акста, во вторник. И что-то я говорил по поводу того, что, наверное, не стоит вот здесь трейдить, вероятнее всего. Можете мне напомнить, потому что я вот не помню. Другое дело, что сейчас он достроится, график. Посмотрим его более подробно. В принципе, в принципе, вот эта вот ситуация, да, сейчас покажу. Мне что здесь скорее нравится, да, это вот это вот место, собственно говоря, вот этот вот мув, да, после выборов. Да, это очень неплохо. И защита цен определенно произошла, да, судя по объемам вот здесь. Вот буквально, сколько там, 4 дня назад. И снова очень красивый мув. Давайте посмотрим даже пятерочку, наверное. Я думаю, что на ней очень красиво все выглядит. Да, вот этот мув. Показали. Защитили чуть ниже цены, снова показали. Опять же, возможно, да, если мы видим, здесь так шоу практически без объема. И вот показал отличный мув. Возможно, мы защитили здесь защиту... Сейчас, секунду, дейлик, да. Возможно, здесь защита цен была такая немножко размазанная, да, может быть где-то. И по-хорошему бы вот здесь остановиться. Но что мне не нравится в Аксте сейчас, да, вот в этом месте. Мне не нравится то, что вот эта вот аккумуляция объемов, да, которая здесь происходила, она происходила на крайне маленьком промежутке времени, всего лишь 2 месяца. Ну, брать надо, да. Но мне не нравится то, что вот эта аккумуляция происходила на тот же день 2 месяцев. Очень круто, когда стаки аккумулируются 5-6 месяцев подряд, да, в чуть большем НЖ. И тогда можно ожидать действительно хороших движений длинных. Здесь же в данном случае топлива у этого стака немного. Я бы мог сказать, что, ну, вероятнее всего, такая хорошая цель даже вот ниже вот этих хайов первая. Другое дело, что это basic materials и химия, да. Просто я к тому, что вот такие вот вроде как бы и красиво движения начинаются. Вроде и мувы есть, да, которые показывают, куда будет двигаться стак. И вроде и аккумуляция четкая, да, но мне не нравится то, что сейчас стак находится, вот если мы смотрим вообще глобально на него, да, ну, как бы по-хорошему вот есть 2 ценовые зоны, да, вот на данный момент, по крайней мере глобально. Вероятнее всего вот так. И вероятнее всего прям размазанное нижнее вот так. И мы сейчас пытаемся говорить, ну, мы сейчас говорим о том, что рассматриваем вариант, при котором ровно посередине между вот этими двумя ценовыми зонами вот здесь вот брать и набирать. Ну, как бы это странно. Ну, это действительно странно. Из нигде, да, по большому счету, то есть реально, если мы посмотрим вообще глобально на график, то мы можем понять, что это вообще ровно середина. Ровно середина. То есть это и не наверху, и не внизу, и при этом мы говорим о какой-то аккумуляции локальной, причем она маленькая, 2 месяца. Да, какие-то мувы есть. Да, он может пойти наверх. Да, ну, с меньшим вообще каким-то... Ну, опять же, где стоп? Да, как бы давайте посмотрим риск-реворд. Окей. Даже вот я уберу все вот эти вот свои домыслы, да, какие-то. Сейчас, секунду. Пробой-ка убрать все-таки все. Так, ну, производить страницу. Окей. Так. Как-то. Так, надо брать дешево, не париться. Как вы их набираете? Сейчас расскажу, Стрижов. Хорошо, класс. Сейчас перезагрузить страницу, я вот прям расскажу. Так, что это такое у нас нарисовано? Да. Сейчас достроится график. Уберем все это. Ну, смотрите, меня крайне смущает то, что, ну, аккумуляция мала, да? Хотя очень красивые мувы на объемах. Плюс я понимаю то, что, ну, брать отсюда, говоря о том, что это прямо очень хорошие цены, ну, наверное, нет. Для меня гораздо интереснее была бы цена вот тут. Сейчас я даже скажу, когда. Сейчас. Для меня здесь потенциал движения маленький. Что касается риска-реворда, да, здесь, ну, по-хорошему, вот это вот, например, еще не стоп. Ну, как бы такой локальный, может быть, но по-хорошему мы видели последние покупки только, наверное, вот из этих вот мест, да? Ну, и то есть, как бы первый стоп здесь, второй здесь, третий здесь, 24. Цена 27, 3 поинта. Да, я думаю о том, что я бы крылся где-то вот не доходя до 30, 3 поинта, один к одному. Да, понятно, что вероятнее всего, ну, есть вероятность того, что он дойдет сюда, да, как бы, гораздо выше, чем здесь, сюда. Но, опять же, ну, мне не нравится позиция по акции сейчас. Для меня интереснее цены для покупки были бы вот здесь. Тут я говорю и по времени, и по месту, вот как-то вот отсюда. Было бы очень круто увидеть в акции следующее. Раз. Два. Ну, движения, чтобы были поразмашистей. Здесь как-то докупить вот отсюда, сюда, да, и вот как-то вот так вот выйти наверх. И дальше что с ним будет происходить, неважно, потому что, на самом деле, ну, вот как бы вот отсюда, как бы вот сюда, я бы, ну, гораздо понятнее и риски, да, и реворд, ну, повыше, чем, в общем-то, из этих же цен, да, плюс-минус, брать ради вот, как бы, этих же цен. Ну, для меня вот, как бы, по акции вот такая вот история была бы интересней. Будет не так, значит, это стак, который меня не интересует. Просто вот и все. Ну, просто как-то так. И тратить на него время, наверное, ну, как бы не стоит. Брать отсюда, ну, наверное, можно. Да, но такой гемблинг немножко, на мой взгляд. Опять же говорю, ну, держите у себя в рабочем столе, ну, как бы, рассматривайте стаки на большом графике, на большом таймфрейме и смотрите за несколько лет его. Портфель покажите на терминале с нефтянкой, прижав. Который мы с вами с нефтянкой брали? Портфель, да, о чем вы? Ну, жду ответа. Окей, следующее. Ну, вот здесь поинтереснее, да, если мы смотрим daily graphic, да, то, ну, как бы, CRC, ну, действительно, как-то мне кажется, повеселее все выглядит. Да, есть понятная зона аккумуляции, да, есть понятный выход, то есть, ну, достаточный. Да, есть защита цен, да, то, что мы хотим видеть. Да, есть как-то какой-то уже намечающийся тренд, да, причем достаточно сильный. И есть хороший фундаментал по отрасту, есть понятные цели какие-то, да, ну. А что самое главное, есть не то, что цели, есть потенциал для движения. Ну, потому что стак находится действительно низко. Объемы, которые здесь аккумулированы, они достаточно огромные, ну, они действительно огромные объемы. Давайте посмотрим CRC. Сколько тут собрали? А собрали достаточно, собрали 85% всего свободного флота. Более того, за последние три месяца увеличили, институционалы увеличили свои позиции на 23%. То есть, ну, это достаточно большое увеличение. Следовательные цели смотрят CRC вверх, естественно. Шурфлот большой, очень большой шурфлот. Но в данном случае 37% шартов, да, которые есть в стаке, они сыграют нам только на пользу. Потому что давайте обратно вернемся. Вот 5 дней, 5 дней стаку нужно для того, чтобы закрыть весь свой шорт. То есть, на среднем объеме шорты будут закрываться на протяжении 5 дней. Более того, я могу сказать, что вот это было закрытие шартов. Вот это было закрытие шартов, видимо. И как только стак перейдет вот в такую важную отметку, там, вот это вот, ну, он может пойти вот так. Ну, то есть, вот здесь оказаться, там, за несколько дней. Шарты будут покрыты. При этом, ну, по любым ценам. У кого-то марджин, у кого-то в принципе. И вот это вот интересный момент. Здесь вот огромные шарты, они скорее нам на пользу идут. По крайней мере, из вот этого положения. Ну, как-то так. И CRC хороший стак, мы не зря его брали. Да, где-то мы его с вами брали. Наверное, по нефтянке его просили, просили показать. Ну, как-то вот, сейчас загрузится. Вот он, потому что мы с вами набирали. Здесь и мейджеры, здесь и independent oil on gas, и даже немножко маркетинг, Андрей. Так, вы перепутали SRC и CRC. А, да? Ну, возможно. Возможно. AWK. Тогда я сначала SRC, потом AWK. SRC. Ну, SRC, кстати, тоже классный стак, правда? И не зря мы его там брали. Так, ладно. Как я понимаю, это рейд, да, судя по названию. Так, SRC. Ну, опять же, вы все просите меня с рейдами разобраться. SRC. Да, да, очень маленький short flow, 16-й год. Давайте посмотрим, что у них вообще. Так, Street Insider сейчас посмотрим. Street Insider. Так, секунду, вот сюда прям вставим его. Callender, Shining. И мне просто интересует следующее. Сейчас. Сейчас. Вам тоже советую это делать. SRC. И, когда вы сравниваете прошлые и нынешние показатели, смотрите, как отчитывалась компания, отчитывалась так. В начале года первый квартал чуть хуже ожиданий, потом чуть выше ожиданий. В среднем одинаковая доходность. То есть, за год почти поинт за этот будет плюсом, заметьте. То есть, 90, сколько там? 86 минус 2, а нет, минус 1. 85 центов плюсом. То есть, если в прошлом году, 15-й год мы закончили, годовой EPS был 6 центов, то в этом году на 6 центов, на 80 центов выше. То есть, на 80 центов выше. Это очень хороший год. Смотрим дейлик. Где у нас начало года? Вот. Мы выросли, подупали. Ну, это неплохое место для ванга, по-хорошему. Даже вот части, как бы, по картинке, да, это очень неплохое место для ванга. Другое дело, что, опять же, смотрите, аккумуляция достаточно маленькая по времени. Да, там, сколько у нас там прошло? Месяц, что ли? Может быть, просто не сейчас это произойдет. Хотя, почему нет? Давайте посмотрим, как он шел на пятиминутре, там, пятнашки. Ну, маленькое движение пока. Но, в принципе, ну, рейты, они, в принципе, доходят. Вот часовой график. На мой взгляд, маленькая аккумуляция. Но, опять же, в случае выхода наверх, да, как-то, вот, было бы неплохо посмотреть на уровне защиты цен, да, если она произойдет. Если наверх стак не выйдет, после на этом муве, да, то, вероятнее всего, надо просто дождаться того момента, когда мы увидим просто вот такую картинку, да. И как только мы ее видим, мы его берем. Просто это может быть не сейчас. Поэтому, может быть, как раз таки вот в этом месте брать и не стоит пока. Просто стак может рейнджиться достаточно долго еще, и вы просто зависите в позиции, да, что не очень хорошо. А может его просто подразволать. Да, то есть он идет чуть ниже, соберет здесь что-то. Вот идеальным бы вариантом было, допустим, если бы он открылся где-нибудь вот здесь, вот, в районе 10 долларов после какого-то гэпа. Может быть, это будет в феврале, когда он будет отчет. Но, опять же, дела, видимо, у него улучшаются. И причем как бы кардинально, судя по прошлому году, да, и по, вообще, по годам, видимо, с кризиса еще прям еще лучше и лучше. Поэтому, ну, вообще, вонг смотреть надо. Но я бы просто не стал, если бы хотите здесь взять, да, вот в этом месте, я бы не стал брать большую позицию. Я бы взял чуть-чуть буквально там одну четверть, одну пятую. Потом бы где-то докупил бы. Ну, это хороший вариант вот здесь был. Опять же, как он отсюда выходил? Да, была аккумуляция побоя, подольше даже, да, так, какие-то ровные объемы более-менее. Move, выход, защита, снова какой-то move, снова защита, и вот он идет. Снова аккумуляция, да, то есть здесь выходит, да, снова став никуда не идет, рейнджится, и на определенный момент уходит. Опять же, если вы еще здесь не вышли, вот здесь вы уже точно покрылись. Все, снова аккумуляция. Куда он пойдет дальше? Вероятнее вверх, вероятнее всего. Ну, небольшой риск. Ну, опять же, тут скорее риск по времени подзависнуть в этой позиции, чем получить минусы большого. Поэтому я бы здесь не брал. Я бы дождался выхода какого-то, да. Вот все. Только потому, что это может продлиться еще какое-то время. Хотя, в принципе, выглядит неплохо на донг. Очень. Но не сейчас. Так, SRC ответил. Теперь AWK. Очень классная компания, кстати. Снимается водоснабжением, утилит, по-моему. Да, сейчас, секунду. Да, AWK просто великолепный актив. Другое дело, что смотрите, что происходило. Достаточно долго вообще утилиты были таким защитным активом с не очень большой волатильностью и, в принципе, понятным, собственно, доходом. Сейчас ничего толком не изменилось, кроме того, что на рынке появились гораздо более интересные активы. Такие, как финансы, нефтьянка. Это тоже золото даже, возможно, да, уже можно закупать. А, в принципе, менее волатильные активы, из них потихонечку выходили. А, вот, пошел в экспирацию, покрытие. Что сейчас будет происходить с ними? Я все-таки смотрю на утилиты, как бы, низко даже на шорт. Притом, при всем, что это очень интересный актив, да, но как-то вот немножко бы еще вот чуть-чуть ниже сюда, на мой взгляд. И как-то вот уже отсюда, может быть, в середине следующего года, там, может быть, к маю, пойти снова наверх. Просто, на мой взгляд, как бы, несколько перегретые утилиты сейчас. Как-то так. Они долгое время очень интересные были. Вот это вот движение было просто замечательное. Но вот здесь вот, как бы, я все-таки за то, что немножко пошортить их. Как-то так. А вообще, AWK, вот если вы посмотрите вот так вот, да, там, дейлить, то выглядит он круто на лонг. Ну, опять же, ну, а вот так вот уже, наверное, нет. Уже можно и пониже посмотреть. Смотрите за показателями присутствия несуществующих инвесторов, за показателями шортфлора. А давайте сейчас посмотрим, может, изменилось как-то это. AWK. Так, у нас почти открытие рынка, мы еще даже не подготовились. Ну, в общем, да, утилиты, вот, утилиты, маленький шортфлор, большое присутствие сационалов, повышение прибыли из года в год, февраль, ну, как бы, просто инвесторы-то тоже большие, ребята, они выходят не тогда, когда стак падает, они, как раз таки, выходят тогда, когда стак наверху. Только так они могут деньги заработать. Поэтому, на мой взгляд, покупать его не стоит. Ну, вот как-то так. WLL, да? WLL, что? Как и весь петрулиум. Это, по-моему, refining and marketing. Да? Да, нет, drilling and exploration. Это тоже нефтегаз, но шортфло большое. Почему? Drilling and exploration. Несколько компаний по бурению и разведке, они сейчас, не просто так, есть несколько компаний, они, если все правильно помню, у них там проблемы с прокладкой газопровода и, ну, трубопровода, вернее, и разработка новых месторождений на территории какой-то подконтрольных линдейцев, что-то такое. Понятное дело, что они решат этот вопрос, но, если не ошибаюсь, что-то вот связано с этим. Посмотрите новости, я тоже посмотрю, потому что я уже не первый раз натыкаюсь, я где-то новости прочитал, что год назад про это, и вот как-то до сих пор это развивается, сейчас на стадии, там, чуть ли не вооруженного конфликта с полицией, там, посмотреть, это очень важно, потому что, ну, конфликт решат, все проведут, им Арктику закрыли. А, WLL, круть, это огонь. Ну, закрыли, закрыли, но это же не значит, что они не пойдут никуда. На мой взгляд, все, ну, опять же, не забываем такую вещь, да, что, с одной стороны, может быть не очень хороший фундаментал по какому-то конкретному стаку, но, если этот стак находится в руках у инвестиционалов, он находится не просто так, а, да, я понял, благодарю вас, Трижов, это я прям запишу себе. WLL, оптика. Если это, ну, я проверю, правда, именно по поводу этого стак, просто почитаю саму новость. Окей, по поводу, вообще, WLL в частности, и вообще в целом по стакам, не забывайте, что инвестиционалы не закупают какой-то один стак. Они берут всю отрасль большим баркетом. И какие-то стаки, да, из этой отрасли чуть меньше растут, в этот момент какие-то чуть больше, но в любом случае они, инвестиционалы, заходя в какую-то отрасль, да, и набирая свои позиции в очередной раз, они определенно строят климат во всей отрасли. И даже если, очень часто бывает такое, что вы находитесь так, с негативными новостями, а при этом он просто растет и растет, растет и растет. И, ну, и абсолютно непонятно почему, а, ну, а на самом-то деле понятно, потому что он просто вошел в подходе больших фондов, нескольких. И он вырастет, невзирая на фундамент, вообще невзирая, может такое быть. Но, опять же, знание того, что отрасль растет и почему она растет, она позволяет, ну, как бы, как бы, фундаментальное знание позволяет, ну, как бы, предположить, что даже на каких-то негативе может вырастать. Я все-таки ожидаю, что WR пойдет, да, вот, судя по картинке, судя по настроению отрасля. Ну, посмотрим просто, как это произойдет, надо почитать новости. Чуть больше. Так, FIDEX открылся выше, равен 200, да, сейчас посмотрим. Окей, я, спасибо, здесь вроде набирается, ну, как бы, да, да, здесь вроде набираются, согласен. Но, опять же, посмотрите, да, хорошее, хорошее место для того, чтобы на плохих новостях, да, про то, что у нас с большим шортфло, опять же, WLL-а. То есть, поймите правильно, сейчас, 23% стака в шортах. То есть, если, не дай бог, брать там защиту, ну, да, защита цены определенно должна быть, да. Но, кроме того, смотрите, тут, опять же, вопрос стака, у которого больших шортфло. То есть, если стак придет сюда, здесь будут просто молниеносные покрытия. Три дня подряд, как минимум, будет просто вот свечка к свечке наверх. Только потому, что будут выходить из шортов. Кто-то выйдет вот здесь. У кого более стальные. Кто-то выйдет здесь. Так, нам надо шортить FIDEX, мне кажется. FDX. Да, у нас есть стак. Давайте посмотрим, что с ним происходит. Этот плюс достаточно высоко. Да, вот это место, да, от которого я бы с удовольствием пошортил. Давайте посмотрим, как это будет происходить. Даже более того, я готов включить минутку. И посмотреть, как это будет. Long term, да. Окей. Давайте немножко возьмем шорты. Вот enough pounds. Sorry. Так, понятно. Окей. Давайте немножко возьмем шорты. Что у нас здесь все должно хватить? Давайте чуть-чуть сейчас полтинничек. Так, секунду. Надо перекинуть. Прошу прощения. За небольшую заминку. Так. Что у нас есть? Хорошо, я сюда не хотел это делать, конечно. Ну ладно. Едем. Так. Давайте перезагрузим терминал. То, что мы сделаем. Потому что деньги везде у меня есть. Маржа. Да, будьте аккуратны. Секунду. Где этот шорт смотрите? А, смотрю, FDX. Мы говорили об этом. Так, FDX. Я все-таки рассчитываю на шорты отсюда. FDX. Единственное, что... Так, объемы есть. Да, здесь возьмем его лимитом. 98.40. Нет, надо маркетом брать уже. Невозможно. Мы не догонимся так. Мы еще никогда с вами. Так, что происходит с FDX? Почему такая вероятность? Окей. Так. У нас по FDX просто плечо 1 к 1, из-за его низкой ликвидности. Но сегодня он на отчете, поэтому на ближайшую неделю мы выставим 1 к 4, по-моему. Так. Сейчас будем брать FDX. Не дают шорты, да. Не дают шорты, потому что плечо 1 к 1. Исключительно. Давайте проверять. Сейчас плечо 1 к 4 должно быть. Так, нам надо 198.50, 199.33. Так, дорогой, но брать его все равно надо. Давайте попробуем это сделать, как-то закинуть, может быть, даже маркет. Блин, это очень жестко будет. Давайте, ладно, хорошо, взяли. Да, 197 нам открыли. Отлично. Окей. Надо попробовать все-таки шортануть отсюда, из вот этих цен, поскольку, давайте покажу вам просто из-за чего еще раз, да, вернемся к этому. У нас есть график FDX, да, у нас есть четкий выход all-time high наверх. Есть цены, да, от которых его неплохо запродавали. Вот отсюда. Здесь нам надо просто попробовать посмотреть, да, каким образом будут распределяться объемы в этих же ценах. Сейчас загрузится. То есть, меня интересуют продажи вот отсюда. То есть, если я их увижу, да, то нам надо будет запродать как можно больше, потому что потенциальный реворд достаточен. Сейчас, давайте, часовой включим. потенциальный реворд здесь будет даже не вот это место, а вот где-то вот правильный, правильный образом было бы ожидать чуть ниже 190. То есть, почти 10 поинтов. Другое дело, если мы здесь продаж не увидим, значит, надо будет крыться, потому что вот выше вот этого места, где-то 201, тут уже мы должны оказаться без позиций. ну, я думаю, что все будет в рамках. Ох, ох, как хорошо. Замечательно. Взяли мы с вами его неплохо. Окей, давайте посмотрим, что у нас позициями еще, что мы до этого брали. Собственно, у нас есть Тиффани, который немножко сегодня отошел, да, сейчас Федекс приставлю немножко сюда. Так, Апол, Апол пока висит у нас в лангах, Лугу в шортах, Аблюя, Ясный Сар, надо будет нам, видимо, крыть. Так, ФДХ, пока поставим его сюда. Отлично. 198.60 взяли мы его неплохо. Опять же, если он сейчас снова подойдет сюда к 199 и будет прям подбираться к этому ну вот 199.50, то его надо будет крыть, не дожидаясь даже 200. Но, по-моему, мы взяли его просто великолепно. То есть, мы молодцы. Окей, хорошо, едем дальше. Тиффани. Ну, как я и говорил, правильным образом было бы дождаться 81, может быть, даже 81.50 и все-таки ожидать дальнейшего прихода к 77. Поэтому в Тифле мы пока в шортах все так же. Смотрим Вулу. Вулу, который мы шортим вот с этих же цен. Здесь, ну, как бы, в принципе, трошу даунтренд, может продолжиться. Видно, что здесь были объемы какие-то у нас вулу прошли. Среди, выше 67, там, 50, уже надо будет задуматься о выходе, видимо, здесь. Но пока что посидеть стоит, потому что первая цель мы вышли, да, у нас есть еще одна цель 64. Я думаю, что к 64 будет правильно, если он дойдет. Так, тем временем, что у нас с Фидексом? Тем временем у нас с Фидекс великолепно пашет вниз. Да, мы, собственно, угадали с ценами, от которых стоит ждать шортов. Плюс отчет. Завтра. Ух, перед отчетом он вообще нормально провалить. Окей, Apollo. Мы лонгаем Apollo. Apollo education. Так, Apollo. Не Apollo группа, да. Собственно, его можно смотреть только на T1 пока что. Вот, очень советую присмотреться к этой компании. В свое время, там, 10-11 год, просто великолепно. Был все равно недостаточно ликвиден, но при этом очень волатилен. Собственно, когда он подберется к цене чуть выше, там 10 баксов, сюда полезут еще больше фондов. Потому что им просто можно будет это делать. Я думаю, что ближайшие 2-3 года собственно образование, образование, сектор образования, особенно частного, он снова возрастет на опять же студенческой, и на студенческой ипотеке в том числе. То есть кредит на образование, кредит на покупку жилья для студентов и в принципе сфера образования должна выйти прямо очень неплохо в США, поскольку по крайней мере последние новости, которые есть и те вещи, которые проходят в Конгрессе, прям стоит понаблюдать за этим стаком. И опять же посмотрите, какая интересная картина здесь пересовывается. Давно я такого лично не видел. Мы взяли его вот здесь. Я думаю, что где-то вот здесь надо будет его еще хорошенько докупить. Собственно, давайте покажу недельку, наверное, Apollo. Вот она. Ну, то есть правильно было бы ожидать, что где-нибудь посередине вот между вот этими крайними точками мы его можем увидеть. А это порядка сорока поинтов. Это очень круто. Прелиз там совершенно копеечный. Если вы посмотрите по дейлику, то вряд ли он опустится ниже, чем на два поинта, и при этом там сорок поинтов. Давайте посмотрим быстренько Fidex. Верно ли мы думали? Ну, пока с Fidex все в порядке. Единственное, что надо посмотреть, может быть распределение объемов по минутке, есть ли откаты. Ну, что-то невнятное здесь было, но опять же я думаю, что это интродэк и какие-то вещи. Надо сидеть. Fidex надо сидеть. Сержав, вы успели взять? Fidex я думаю, да. Окей, Пол сказал, все все не рассматривали, я все считаю, что это long. HPQ стоит посидеть дальше. Вероятнее всего HPQ нужно переносить на следующий год. Более того, я думаю, что можно даже где-нибудь вот здесь вот еще и докупить его будет. Может быть, даже сегодня. Я думаю, что ничего плохого там не будет. Более того, там спред маленький. Давайте докупим и еще полтинечек докупим. С достаточно маленьким риском это можно сделать. Я думаю, что он дальше пойдет. Так, Fidex. Ну, это, наверное, один из лучших таких входов перед отчетом за последнее время. Я рад, что именно этот страх мы выбрали сегодня с вами. Объемы пока ровные. Я ожидаю, что он может еще в 98-м конечно подойти сейчас, впрочем ничего страшного. Окей, HPQ мы взяли, Lula я рассказал, Monsanto мы с вами обсуждали, мозаик перед отчетом. Вчера он подупал. Давайте посмотрим, мы хотели его докупить перед отчетом. Ох, я не переда на отчете. Нет, но это еще не закончено. Я думаю, мы будем докупать его ниже. Окей, так, что у нас с Тиффани? Ну, где-то вот здесь бы неплохо, чтобы он оказался. Ну, да, это хорошо. И как-то после этого вот прям вот так вот бы ушел прям пониже. Ладно, так, Monsanto ensam. Очень мало мы его с вами тогда взяли. Давайте посмотрим, что с ним происходит с ensam. Ну, все в рамках. Да, давайте попробуем докупать где-то. Окей, зашли. Хорошо. Дальше с ensam понятно. Взяли поташ. поташ мы обсуждали. SPY, как я и говорил, надо будет брать ниже еще. Тиффани. Тиффани обсудили. Окей, хорошо. Вот, отлично. Просто великолепно. Ну, то есть, как бы, были принты у нас по 75, снова 51. Сыпер. Есть, кстати, которые стоит обсудить, господа. Так, где у нас там fdx? Мало моего веры, конечно, надо будет еще попробовать докладать его. Да, давайте-ка выставимся лимитом. Теперь можно аккуратнее, где-то вот 197, 70 можно. Нет, 197, 87. Вот так поставим на show, на sell. И, допустим, еще 198. 198. Sell. И в случае, если он пойдет сюда, вот здесь поставим по 197.50. Но сейчас брать его не надо пока. Так, DRYS. Погнали. Так, DRYS. Dryships. Что это? А, это перев... Ну, это же Pump and Dump. Нет, такое мы не торгуем. Прям, ну, это стабильная пампуха, единственное, что его разлетелся, он неплохо, конечно. Но я не думаю, что стоит вообще в такое лезть. Ну, как бы, ну, то есть, это не наш вариант, мне кажется. Ну, то есть, по-хорошему, здесь был шорт, там, с риском, там, в 90 поинтов, да, если он до 100 дошел, то можно ожидать, что он и сюда мог дойти. Да, как бы, это хороший шорт был, но просто это не наш, не наш уровень, я считаю. Не стоит это вообще как-то так делать. Просто это очень напряженный трейд, мне кажется, был бы. так, мне спасибо, FDX дорогой, я не брал. так, VRX, VRX, окей, баба АЕМ, VRX, хорошо, погнали. Сначала с VRX, мой любимый вариант, фарма-сьютиклс, но это просто, ну, как бы, помните правильно, если вы читаете сервис торговых идей, вы видели, что здесь мы его брали, здесь мы его пытались брать, здесь мы его пытались брать, ничего не происходит с ним. Очень большая компания, лидер рынка, очень круто у них все, но мухлевание с отчетами, это, ну, как правило, ведет к очень плохим последствиям, при том, при всем, что вот где-то по цене в районе 60, да, может быть, чуть ниже, да, 40, вот, покрыли свои шарты почти все большие фонды. Более того, если я все правильно помню, еще вот прямо в самом начале, вот здесь вот, мало того, что они покрыли, они еще и ванги взяли, и путов набрали, ой, не, колов, опционов. Причем немало. Причем даже фонд Цитрон, так, секунду, нет, фонд Цитрон сделал следующим образом, фонд Цитрон, который, собственно говоря, и публиковал все, вот, начиная, вот, наверное, с вот этих вот цен, вот этих вот, все, все вот это время, когда Стак торговался выше 200. Фонд Цитрон собрал достаточно большое количество информации о том, что, так, нам дали FDX, отлично, откатило немножко, достаточно много информации о том, что компания Вален Фармасютиклс и весь ее совет директоров занимается тем, что грязно, проводит грязные сделки слияния и поглощения, через которые капитализация компании увеличивается, компания котируется все дороже ее акции, но при этом все это мусорные активы, да, и более того, эти активы не подкреплены ничем, да, по большому счету, и ничего для бизнес-модели, кроме как убытков в ближайшем будущем не сулить. Руководство компании Вален Фармасютиклс и частный инвестор Билл Ахман сказали о том, что все это ерунда, да, и как бы с Вален Фармасютиклс все круто, это лидер рынка, это как канадского уж точно, а то и всего североамериканского, и они начали, ну, как бы, и, как говорится, из отчетов фонда Билла Ахмана, он начал покупать, причем покупать он начал очень дикое количество акций, средняя у него к тому моменту была в районе 205, потом, когда стак обвалился до 180 на первых вообще-то таких серьезных обвинениях, вот в этом месте Билла Ахман докупался, потом он докупался ниже 100 долларов, да, и средняя у него стала в районе 100, по-моему, 90, потом он докупался еще ниже, потом он докупался еще ниже, в итоге сейчас средняя по позиции, а, перед Новым годом он немножко вышел из лонга, потом докупил еще больше, предпрошлым Новым годом, где-то вот здесь, и, собственно говоря, куча фондов Шартива, он же Лонгал, 25% всех денежных средств фонда достаточно большого, Билла Ахман, к слову, называют мини-баффетом, да, называли до истории с Верексом, 25% всего фонда огромного, большого, в который вложено достаточно количество денег, находилось в Лонгах по Верексу со средней, ну, где-то вот, вот в этом районе, чуть выше даже, наверное, 160, и сейчас Билла Ахман владеет порядка, по-моему, там, 12% Верекс, огромной компанией, но его средняя в 10 раз ниже нынешней стоимости, да, и, честно вам скажу, в виде этой дейлик, я пока подвоздержусь этого в Лонгах, у нас есть очень-очень-очень маленькая позиция, но Велен Фармаситиклс предлагали купить большая сеть японская, да, но, как я понимаю, они в цене не сошлись, как-то так, но сейчас, по крайней мере, в Верекс торговать сложно, поэтому, ну, следить за ним при этом нужно, потому что это будет самое интересное движение вообще из всех, которые могут быть. Мне больше понравился так из этой серии CLVX, CLVS, мы как бы как-то вот прямо очень хорошо потрейдили, мы его взяли по 16, вышли по 40 почти, по 39, и вот сейчас, как раз таки, надо прямо активно его смотреть, да, потому что, ну, вот это очень красиво, ну, то есть, вообще, очень красиво, они, к слову, лекарства от рака делают, да, и вот где-то вот, я думаю, что после Нового года мы его возьмем, в One Game, либо после праздников, но опять же, смотря, как это будет, как-то так, и вот это вот, прям очень интересный актив, прям поинтереснее, чем VRX сейчас, но за VRX надо следить. Окей, баба, Алибаба, ну, собственно говоря, так, нам дали еще один, Fidex, я не знаю, что сейчас происходит, а, ну, собственно, вот, в 98 мы пришли, у нас теперь, три лота, должно быть, четыре, три, да, да, три лота, супер вообще, я думаю, что мы нормально не можем прекратиться, да, шо, баба, Delic, достроился, да, наконец-то, ну, поймите правильно, сейчас в Китае есть определенный ряд проблем, да, связанные они с выводом капитала из Китая, ну, я не особо вникая в это, но если мы посмотрим на все основные китайские компании, торгующиеся на Нью-Йорке, то есть, баба, momo, yelp, и там еще какие-то ритейлеры были, надо посмотреть, дела у них, как бы, не очень хорошо, совершенно, поэтому, я бы с бабой, ну, как бы, сказал бы вам то же самое, что и по поводу AXLF, или AXLM, по-моему, мы сегодня рассматривали, да, возьмите большой график, ну, как можно дальше вот себя, да, вот, сейчас, и рисуйте, то есть, большие объемы, да, условно, вот они, да, ну, то есть, как бы, как-то вот так, да, окей, есть какие-то здесь, как-то вот так, ну, я сейчас, условно говоря, есть какие-то продажи, да, ну, то есть, или отсутствие покупок, наверное, лучше так сказать, окей, сейчас цена 90, до прошлого места, из которого покупали, 10 поинтов, до прошлого места, из которого продавали, 15 поинтов, ну, как бы, вот, мы в нигде, по бабе, ждем, на мой взгляд, можно подождать, ну, просто сейчас делать, ну, как бы, можно посмотреть поуже таймфрейма, да, вот, как бы, вот, что-то были хорошие новости, плохие, вот здесь можно подкупить, и вот сюда прийти, да нет же, как бы, бирать не всего, ну, это, будет очень тяжелый трейд, не нужно его брать, бабу, аем, аем рано, на мой взгляд, ну, как бы, мы же вышли из него, ну, не просто, ну, как бы, я не знаю, у каждого своя аргументация, но, я из золотых стаков вышел, на мой взгляд, будет еще сквиз, вот, все, пока что я не вижу вариантов, чтобы его взять, я не вижу аккумуляции, да, понятное дело, что золото может просто открыться вот здесь, да, золотые стаки, и все, поэтому какую-то позицию надо держать, но сейчас даже никаких предпосылок пока нет, для того, чтобы снова взять ланги, вот здесь они были, вот, объективно, да, вот здесь их нет, то же самое, что NewGT, давайте посмотрим, что с ним сегодня, я думаю, что он где-нибудь там по 5.60, все так же, да, ну, да, еще, ну, картинка-то так себе пока, честно говоря, вот, сейчас и посмотрим, посмотрим, по-хорошему, надо пониже взять, могут дать, давайте посмотрим, как сегодня распределялись объемы, что-то, ну, не знаю, мне не нравится пока, но при этом, как-то, может быть, немножко здесь можно взять, но, я думаю, что первая покупка там, была бы, было бы хорошо сделать, наверное, где-нибудь вот здесь, а то и ниже, как-то так, но, опять же, с золотом, золото дело такое, могут просто не дать, ничего, и открыться вот здесь, как я и говорил, окей, давайте фидекс посмотрим, не хочется оставлять, ну, да, вот отсюда куда-нибудь сюда, вот, было бы неплохо, прямо вот, нырнуть, вот прямо сюда бы, вот сюда вот, тонкий, ну, это минутка, да, вот, пошло дело, это хорошо, так, есть еще стаки, на самом деле, и правильно, потому что, собственно говоря, сейчас такое время, что лучше понаблюдать за рынком, понаблюдать за рынком, посмотреть вообще, как он ходил, да, и вообще подготовьте какие-то места, которые вы скорее не понимаете, автоматический take profit тут есть, да, конечно, можно это все поставить, что, где-то у нас позиция, допустим, берем, take profit, выставляем, это я еще на старом терминале, сейчас мы до конца тестируем новый терминал, и там это можно будет делать, прямо вот из этого окна, из топы, выставлять take profit, и выставлять, ну, вот здесь, очень просто это делается, прямо, очень хорошо, но, я очень долго, ну, перехожу, как-то так, я думаю, что стоит уже следующий год начать на новом терминале, он очень удобный, прям, есть, ну, прям, очень, очень, очень классный, я, ну, я работал почти за всеми профессиональными торговыми платформами, да, платными, и я могу сказать, что, я, как бы, несколько скептически даже отнесся, вот, к браузерной платформе в свое время, в самом начале, когда только познакомился с платформой RoboForex, Armstall, но, я могу сказать, что, во-первых, мне нравится вот эта платформа, которая сейчас есть, она достаточно, в достаточной мере удобная, и можно очень быстро работать, даже быстрее, чем на некоторых платформах профессиональных, и уже терминал, который у нас сейчас будет, это очень круто, ну, то есть, как бы, я готов предположить, что у нас будут даже, ну, как бы, действительно профессиональные участники рынка придут на эту платформу, потому что она очень удобная, ну, действительно удобная. Да, Сергей, вам большое спасибо отдельное. Да. Окей. Ну, смотрите, давайте пройдемся по сегодняшним стакам, которые там еще отчитывались, все-таки, у нас же не только FedEx 1. Окей. Nike отчитывает сегодня после FedEx. Ух. Ну, давайте посмотрим, что рынок делает. Рынок. Рынок очень, очень, если он отсюда пойдет наверх, да, вот как бы, как мы вот рисовали второй вариант, да, развития сюжета, то, ну, как бы, его надо будет брать вот здесь по хаям, докупать. Ну, пока что неплохо. Объемы есть. Знаете-ка. Так, Nike. Что-то мне подсказывает, что завтра, сейчас он достроит график. Что-то мне подсказывает, что завтра мы отсюда откроемся, открыться можем. И все-таки пойти наверх. Окей, давайте еще раз глянем на FedEx. Да, все нормально пока, все по плану. Окей, Nike есть. Что у нас еще? FDX, GIS, General Miles, Miles. Так, секунду. Открылся на отчете ниже. Gap подавил. глянем на отчете ниже. Надо еще кое-что посмотреть. Еще раз. GIS. Я что-то, честно говоря, не могу припомнить. Так, это шорт у нас был, да. GIS мы хотели брать шорты. и это неплохо. Ну, окей, почему нет? 10 центов, вполне себе вариант. Дальше, Market Limit, так, 65, Sell, Limit, во всякий случай, но я не уверен, конечно, 51,90, то есть 87, допустим, Sell. И как-то вот в этом диапазоне было бы неплохо, если бы он как-то вот так вот и пошел вниз. Давайте еще раз клянем на дейлик. Почему мы выручили шорт у дейлик? А, все правильно, да. Там есть проблемы с их EPS. Да, окей, почему нет? Еще раз глянем на Fidex. Красота. Я думаю, что вот куда-то вот сюда бы, спичапал бы прям сразу. Был бы еще красивый, конечно. Так, GIS смотрели. Дальше. Так, а что такое, а что такое не автоматический тейп? А, Сергей, Кирилл, не автоматический профиль, мне кажется, руками. Так, ладно. Так, CCL, RCL, вот что мы должны были смотреть сегодня обязательно. CCL и RCL. Да, и мы этого не сделали. Вот это вот так, поинтереснее Fidexa даже было бы, может быть. Так, Глеб, да, Глеб большой, шел вниз, делал, по-моему, как-то вообще произошло все. Так, это по-моему, еще при маркетинге, да. Очень дико. Давайте смотреть RCL. Мы хотели немножко RCL, по-моему, 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 его хотели, да, тоже. Вот RCL почище, как я и говорю, да, почему-то вот. Лонг я здесь не особо вижу, честно говоря, пока. Можно выставить стоп на заход в позицию выше 86. Лучше подождать какую-то позицию. Нет, пока это не лонг, может быть, да, может быть, все к вечеру. Ладно, BlackBerry, BBRY, отчитался, отчитался вроде не очень, а нет, вроде бы ничего, смотрим, ну нигде особо, так что смотрим дальше, PCEG, отчетная бумага тоже, окей, где открылся, да. Вау. Так, это daily, да? Смотрим. Не, ну, тек тоже такая, смотрите. Придела мало, интересно. Так. Ситас. Ситас. Да. Не очень ликвидный стак, конечно. Но почему нет? По-моему, неплохо. Так. Окей. Если не ошибаюсь, кто точно. Так. Секунду. Ну типа сидеть и смотреть. Так. Сидеть и смотреть. Ситас. Это треш, если такого нет в платформе. Так как минимальный функционал, который должен быть в секунду. видимо выполнить немножко из беседы. А можно ссылку на новый терминал? Можно. Да, благодарю, Кирилл. Так. Давайте смотреть Ситас. Ситас. Мне кажется, это бы неплохой шорт. Единственное, что, конечно, это не сегодня. Ситас не сегодня. Так. У нас Фидекс должен уже был бы. Да. Ну, Фидекс, благо, что-то показывает вот здесь. Хорошо. Было бы прикольно, если бы он запечатал ниже вот этого уровня. Это было бы просто замечательно. Мы, то есть, вошли, допродались. Красиво. Так. Окей. Ситас. Можно посмотреть за ним, конечно, но не увереннее. А где рай? Хотя... Ладно. Нет. Давайте посмотрим Ситас еще раз по делику. Надеюсь, скоро добавим. Так. Автоматически подползающие лимиты. Подползающие лимиты. Ух. Красота. Посмотрите за Ситас ближайшие, вот сегодня, завтра, послезавтра. Я вот очень советую. Господа, прямо очень советую за ним посмотреть. Собственно, вот ниже вот этого места. Давайте я прямо сейчас покажу, проще будет. Вот, собственно, где-то вот здесь он очень низко ликвидный и может прорваться просто вот. Но это можно 10 поинтов послылем, мне кажется. Ну, не кажется, а так и есть, собственно говоря. Но, опять же, аккуратнее вот здесь. Видите? Этот стак можно аккуратно подобрать. Такое дело, здесь вот стоп будет где-то вот сюда вот. То есть два поинта, да. Поэтому, ну... Окей. Смотрите Ситас. Я что-то сейчас вот в этом месте пока не буду. но по низу, может, посмотрю. Так, где рай? Да, да. Неплохо. Давайте посмотрим ДПЗ. Домин и спицы, что у них из этого же сектора происходит. Тоже открылся выше. Вообще неплохо. Ну, ладно. Так. Из отчетных бумаг еще у нас сегодня было. Navistar. Navistar. Неплохо. Своим плохим отчетом. Веб на него не давит. Сразу же закупки, да. Но, опять же, сегодня Navistar, наверное, пока еще рановато смотреть. Так. Лен. После того, как он на отчете сходил. Лен здесь, да. Давайте еще раз посмотрим. Лен. Лен. Так. Толбразерс. Вместе с Леном. Толбразерс. Есть. Угу. Угу. Уже можно потихонечку подкупать, мне кажется. Толб. И кейбейдж. Лен. Думаю, что, может быть, это было бы даже неплохо. Так. Это уже не очень хорошо. Собственно, не перебили мы low. Но. Как бы мы здесь не заранжились в наших ценах. Ладно. Посмотрим. Ладно. Вопросы есть? Господа. Претейл, посмотрите. Ну, можно. В принципе, еще нет. Давайте пройдемся по претейл. Вмт. Волморт. Так. Время-то у них, конечно, хорошее сейчас в ритейлеров. Наверное, самое такое прибыльное, но при этом Мне кажется, раньше надо было брать, но что-то раньше не получалось никак подцепить. Target, кайт, сейчас посмотрю, секунду, Target, догрузится график у нас. Ну, не знаю, мне что-то не нравится, как ритейлеры стоят, хоть это и, в общем-то, ланги-ланги, но, как бы, давайте еще там, Target, Macy's, нет, Target, Walmart, Macy's, можно сказать, что-то. Нет, Dollar Tree лучше посмотрим, где OTR, Dollar Tree, немножко по-другому ходит. Ну, что-то, ну, сомнительно ритейлер смотрится, давайте кайт посмотрим, у нас тем более позиции по нему есть. Кайт, кайт фарма. Замечательно. Просто замечательно. Где у нас кайт? Интересно. Может, с вами его набирали, да? Так, нет. Значит, у нас на основном аккаунте кайт. Как-то мы его убрали. Так. Окей. Что у нас с Фидексом? Вроде с ценой мы все-таки угадали, но вот что-то мне не нравится, то, что он ниже не перебивает. Может быть, еще надо купить было, для продажи, наверное, посмотрим. Так, Сергей, ритейл мне не нравятся графики. Честно, я бы сейчас не лез. Что касается кайт, кайт классный. Biotechnology long. Я за long biotechnology. Блин, всячески. Даже несмотря на то, что надо будет переходить с года на год. Давайте уж нефтянку посмотрим немножко. Ну, неплохо стоит. Членбер Дианши. SLB. Нефтянка неплохо. NLV. Ну, на самом деле, если вопросов нет, я бы, может быть, даже на сегодня бы закончил вебинар. Ох, NLV можно докупать, в принципе. Смотрим, что происходит с NLV. Вот сюда. Так. О чем у нас NLV? NLV у нас 37, 22, 36, 49, 38. Так, 36, 42, 37, 38. Неплохо, конечно. Можно было бы немножко еще поддокупить нового вида? По-хорошему. Можно. Так. Почему у нас не идет ORIG? ORIG. Блин. Тоже нефтянка. Смотрим. А, вот почему. Ясно. Как-то не хочет разлетаться. Не знаю почему. Ладно. Так. Мы его и взяли мало, потому что возможно памп. Я понял. Так. ЕКУТ. Так же у нас беда с ЕКУТ. Благо 100 шевер столько. Так. ФТИ. Нормальный. HP. Замечательный. Не зря мы его так много взяли. Так. СНК. Странная ситуация с СНК. СНК. И чай. Хорошо. Давайте СНК посмотрим. СНК. На самом деле я ожидал, что конечно нефтянка уже пойдет. Как-то. Так. СНК. Да. Но в ценах покупок в принципе можно было бы еще и купить. Ну. Окей. Форд и МОМО. Ну. Форд. Красота. Просто красота. Вот что-то мы рисовали по форду таки давно. Специально неплохие. Но я с фордом бы не хотел переходить с года на год. И вам бы не советовал. А в нем долго надо сидеть. Прямо. Реально долго. Но опять же этот даун тренд страшный. Будет как. Так. Надо смотреть. Потому что ну. По хорошему он бы выйти вот сюда. Вот сюда. Вот как-то вот. И так вот пойти. Ну. Это такой очень хороший долгосрок. МОМО. Потому что форд на самом деле сейчас еще не стоит. По сравнению с тем что должен. МОМО. МОМО пошел. Да. Покупать еще ревновато. Вообще стоило бы уже задуматься об этом. Но не сейчас. Так. Что у нас с фидексом. Ну. Красота пока что. Да. Необъемная. Совершенно. Но что-то собирается здесь. Мне кажется вот все таки вниз собирается. Судя по всему. Хорошо. В общем правильно мы все и делали с фидексом. Так. Единственное что. Меня несколько смущает RRC опять же. Да. Наш. Нефтянка. Эти. Так. Наши спадали вопросы. Я абсолютно разобрал в каких нестах, которые я не знаю. Честное говоря. Окей. Ладно. Так. РСИ. Собственно, что-то из нефтянки придется, мне кажется, скрыть. РСИ около 30 долларов. Не будем, наверное, докупать. По идее, по-хорошему, если бы по-другому пошел. Так, что у нас есть еще? Адоб. Понятно. Оракол. Кстати, Стрижов, ваш вход по Ораколу, мы не стали его набрать, а вы взяли, как я понимаю. Оракол – великолепный вход был. Ну, опять же, не по фундаменту, наверное, а по вашей технике. Вам прямо честь и хвала. Я отметил даже. Вот, собственно, на вебинаре было. Момо. Собственно, выше он и не шел. Так, Момо переждать падение, флет, мув и только потом брать. Ну, хотел бы посмотреть, потому что Момо – это тоже китайская компания, там не все так хорошо в финансовом плане, поэтому Момо как бы сомнительно пока. Пока просто ничего не делать, наверное, с ним. Потому что он дошел куда надо и все. Теперь надо просто посмотреть, что дальше будет. Стрижов, ну, как бы вот вы здесь зашли и вот здесь говорили, что будете продавать. В общем, ваши цены просто. Вы меня порадовали прямо эти товарищи. Прям очень красиво. Я вот не верил, например, в шорты здесь совершенно, но и в лонг не стал брать. Слава Богу. Так, что у нас? Фидекс-то пойдет, у нас нет мисс. Или так и будет у нас продолжаться все это катавасия. Окей, ладно. Так, что у нас там есть еще? Это опыт. Я не отрицаю, вы молодец. Так, HD, HomeDepart. Давайте смотреть. Ну, как бы, да, но и сейчас, значит. Было бы очень здорово, если рынок, конечно, закатил немножко и HomeDepart взять вот как-то вот. Было бы очень красиво, если бы он пошел как-то вот, как-то вот так вот. Даже, может, пониже. Ну, просто здесь как-то, ну, страшно. Что касается шорта по нему, ну, наверное, вряд ли. Ну, опять же, ну, что значит, вряд ли. Здесь, на самом деле, ну, риск в шорт зайти можно, там, он позволяет. Другое дело, что, ну, опустится ли он даже сюда, не ясно. Может быть, он как бы так и пойдет вверх. Ну, я бы пока ничего с ним не делал. Так, TR. Вау, вау. Кругер Корпорейшн. 16-й год отличный. Так, 78. Полтора процента шортов. Смотрим. Тут тоже непонятно, на самом-то деле. Вроде неплохой оптрант, но если бы мы посмотрим вообще на всю эту историю, я бы скорее подумал, что это такая дурацкая консолидация в нигде вообще. Ну, то есть, брать здесь, это брать вот в середине вот этой вот истории. Опять же, да? Надо чего-то дождаться явно. Либо здесь, либо здесь. Что-то надо, ну, как бы дождаться чего-то надо обязательно. Хотя, ну, может быть, может быть, взять. Ну, не знаю. Ну, у меня вот, прямо вот эти вот средние цены, они пока меня скорее пугают. Что, пошел ты? О, вау. Вот это огонь. Вот это очень хорошо. Декс. Покажи, где ты сейчас торгуешься. Вау. Очень красиво. Часовой трафик. Ну, неплохо, я считаю. По поводу... Да. Причем еще и... В общем, он трафик показывает неинтересно. Так, минус 950, 197. Вот все правильно. Что вот это за палка? А, часовой график, точнее, недель. Да, все верно. Так. Очень хорошо. Вот это вот плохой заход. Ну. Ладно. Я, наверное, сегодня заканчиваю. Готовьте свои вопросы для вебинара в эту пятницу и для вебинара в следующий вторник. Вопрос следующего характера, да, там, по каким-то индустриям больше, да. И если завтра, ой, в четверг мы подведем итоги, наверное, рождественского ралли, посмотрим, что у нас получилось, что у нас не получилось, как вообще рынок себя вел, да, и насколько это было предсказуемо. И в следующий вторник мы поговорим о том, как закончился вообще весь год, да, и что нас ждет в следующем по индустриям особенно. Как-то так. По крайней мере, ну, составить свой план на начало года, там, с конца января по май месяц стоило бы, наверное, уже. Поэтому у нас на форуме есть отдельная ветка, посвященная торговле акции, в ней есть вопросы по вебинарам, можете писать туда. Буду очень рад, если вы появите определенный интерес. Так. Да. Дальше мне хочется сеть разгребать. Окей. Если я на все вопросы ответил, тогда на сегодня, наверное, мы закончим. Так. Да. А, вот, секунду. Момо. Ты же шортил. Так. Момо. А когда ты закрыл Момо? Мы зак... А. Я не видел просто, на самом деле, вот это два. Окей. Просто отмотал. Сейчас ты не видел этого. Момо, да, мы шортили. Так мы его шортили два или три раза. Вот отсюда его шортили, сюда. Здесь мы его шортили, здесь что-то шортили. Ну, как бы здесь просто цели были не очень большие. Собственно, здесь мы с двадцати, там, шести, по-моему, до девятнадцати, что ли. Или до двадцати одного дождались. Здесь потом как-то раз шортили. Здесь, ну... Просто здесь лучше пока вот ничего не лучше не делать, мне кажется. Дальше. Так. К акциям тоже привыкать надо. Веб четверг, а не в пятницу. Да. Веб четверг, а пятница, да? Спасибо. Окей. Салютом бы. Ну, это не ко мне. Спасибо. Удачи. До свидания. Спасибо. Вам спасибо. И еще. На самом деле, кто неплохо владеет английским языком, да? У нас начались серии вебинаров на английском языке от очень-очень интересного человека, Серж Бергер. Американец. Он... У него свой вообще взгляд на рынок. Несколько другой относительно моего. Но мне интересно его слушать. Прямо сразу говорю. Прямо. И... Он молодец. Очень советую тех, кто в принципе могут воспринимать на английском. Прямо. Посмотреть. Вот так. Все. Благодарю вас. На сегодня все. До свидания. Все. Все. Все.